В Южной Осетии сегодня приступили к работе российские следователи и криминалисты. Специалисты собирают доказательства военных преступлений, совершенных грузинскими властями. Объем работы огромен. В республике есть села, где грузинские войска не оставили целыми вообще ни одного дома. Сегодняшний день со следователями провел наш корреспондент Андрей Чистяков. Вообще гранаты или что? Это гранаты. Гранаты? Не трогай тогда взорваться. Сначала эксперты взрывотехники, затем фотоаппараты, указки и сломанных веток. И специальные бланки осмотров. Следственный комитет при прокуратуре России, как говорят его сотрудники, по крупицам восстанавливает картину трагедии. Это так называемый верхний городок или расположение российского миротворческого батальона. Более двух суток грузинские танки расстреливали в упор прямой наводкой его строение и территорию. Вот казарма, видите, что от нее осталось. Теперь все, что происходило на территории этого городка, это материалы большого уголовного дела преступлений, совершенных против российских миротворцев. Поделив городские руины на условные квадраты, следователи отправились изучать Цхинвал и его окраины. Вот первая остановка, место боя грузинского спецназа с защитниками Южной Осетии. Каждая деталь огневого контакта – это строчка протокола, документа обвинения в преступлении, совершенного против граждан России. Прежде всего мы должны выяснить, что здесь произошло, какие боевые действия были, направление стрельбы, кто из какого оружия. А уже видно, да, можно делать какие-то первые... Нет, ну пока трудно сделать, видно, что здесь шел большой бой. Нормы международного права позволяют российским юристам собирать доказательства преступлений против граждан России, в том числе и на территории другого государства, – объясняет журналистам следователи в военной форме. Объем работы огромен, поэтому они спешат, чтобы зарисовать объективную и беспристрастную картину войны против мирного населения. Я все расскажу, я так знаю, что... В селе Хитагурово грузинские снаряды не оставили ни одного дома целом. С местными жителями следователям еще предстоит встреча. Каждый, кто выжил, теперь стал потерпевшим, и каждого необходимо допросить. Одновременно с осмотром городских улиц начинается работа с гражданами, чьи родные погибли под обстрелом или не смогли выбраться из-под завалов. Бригада следователей будет принимать заявления потерпевших в адрес Следственного комитета и в адрес международных судебных инстанций. Андрей Чистяков, Евгений Радаев. Вести из Южной Осетии. Продолжение следует...